Не успели развеяться впечатления от Ночи библиотек и Ночи музеев, как судьба в лице Министерства культуры приготовила нам еще одно эстетическое испытание – Ночь искусств. В нашей стране она проходит в четвертый раз. В этом году акция приурочена Году российского кино и Дню народного единства. Всего в акции принимают участие 70 регионов России, в том числе и Белгородская область. Ну, всю область мы, конечно, охватывать не будем, а покажем вам наиболее яркие моменты Ночи искусства в Белгороде. Ксения, как человек максимально приближенный к миру волшебного и прекрасного, прямо сейчас отправляется в филармонию. Мне же достались более приземленные народные действия, и поэтому я еду в Музей народной культуры. Ну все, мы в ночное. Ритм ночи искусств в Белгородской филармонии задавали танцы из любимых кинофильмов. Элементы ту-степа, например, исполняли легендарные Михаил Пуговкин и Зоя Федорова в фильме «Свадьба в Малиновке», а буги-вуги танцевали в картине «Стеляги». Люди приходят не просто так здесь, а приходят с конкретной целью научиться танцевать тот или иной танец, который увидели в социальных сетях в программе, какой заявлен на сегодняшнюю ночь. И поэтому мы прямо досконально шерстим литературу, видеоматериалы, и готовимся для того, чтобы преподать именно этот танец, как он существует в своем изначальном виде. Солист театра танца «Лето» Александр Манжола помогал гостям освоить простые движения. Мастер-класс организовали в фойе филармонии. Летка иенка, ту-степ, буги-вуги. Сегодня эти танцы смогли выучить все желающие, которые пришли на ночь искусств в филармонию. На импровизированной сцене джаз-подвала солисты Диана и Дмитрий Хигай, Борис Молчанов во главе с Геннадием Панкратовым. Они подготовили к акции музыкальные хиты, песни и саундтреки к легендарным кинофильмам. В джаз-подвале филармонии музыку из популярных фильмов исполняет ансамбль «Экспромт». А Станислав в это время в выставочном зале «Родина» слушает классику рока. Выставочный зал «Родина» встречал гостей классикой рока, песнями «Ливерпульской четверки» в исполнении местной кавер-группы. Известные хиты сменялись джазовыми композициями от музыкантов Института искусства и культуры и их преподавателей. В этом зале не раз выставлялся мой папа Илья Хигай. И это, скажем так, его любимая площадка. По словам директора «Родины» Натальи Гончаренко, главная идея этой акции заключается в попытке связать живопись и музыку. Без музыки никакой художник творить не может. У нас каждый второй художник меломан. Некоторые играют сами. Конечно, без музыки мы не могли себе представить никакой вечер спустой. А мы возвращаемся в филармонию и узнаем, как обстоят дела у Ксении. В подготовке «Ночи искусств» в Белгородской филармонии подошли основательно. Программа была расписана до глубокой ночи. Каждый мог выбрать то, что ему по вкусу. В органном зале сегодня проходят творческие встречи. Это ведь так приятно. Не просто побывать на концерте, а еще и услышать музыканта. О чем он думает, что он говорит, чем он живет. Задать ему вопросы, получить ответы. Я думаю, что все сегодня получат огромное удовольствие. В творческой встрече приняли участие артисты без квартета. Этот коллектив исполняет народную музыку. В его составе солисты Оркестра народных инструментов. А тем временем музыкальные хиты из кинофильмов в джаз-подвале сменила национальная индийская музыка. Восточные танцы исполнения Ксении Додиной и ансамбля «Интро» перенесли зрителей в экзотическую страну. Почему индийская музыка? Ну, потому что это красиво, это очень многогранно, это тонко. Посмотрите на всю эту красоту. Вся красота, которая есть в инструменте, она выражается и в мелодике, во всем остальном. То есть это просто вдохновение и определенная любовь, наверное. Все здорово. Мы довольны. Пока домой не собираемся. Это прекрасно. Это помогает развиваться, развеяться. Это много эмоций. Я пришла целенаправленно только в филармонию, потому что здесь красиво и проходит конкурс. Можно сфотографироваться в наряде и выиграть приз. Попробовать свои силы в различных народных ремеслах смогли гости Музея народной культуры. Мастер-классы проходили во всех залах. Тут можно было освоить технику росписи по шерсти или батика. Наиболее терпеливые и усидчивые занимались плетением тканевых поясов. Клеить я не очень люблю. Рисовать нет. А что-то попробовать хочется. Это выглядит интересно. И носить каждый день тоже можно. Повышенное внимание вызвал мастер-класс, на котором учили делать народную обрядовую куклу. Того самого зайчика, который регулярно приносит всем детям сладкие подарки. Это старинная игровая кукла-закрутка. Зайчик, который нам всю жизнь приносит подарочки. Вам когда-нибудь мама приносила конфетки от зайчика? Да, регулярно. Вы не задумывались даже, от какого зайчика. Оказывается, вот именно вот этот вот зайчик старинный. Для самых маленьких сотрудники музея подготовили две сказочные постановки – «Теремок» и «Федорина горе». Несмотря на то, что роли в спектакле исполняли непрофессиональные артисты, сказки зрителям пришлись по душе. Музей народной культуры в «Ночи искусств» участвует уже в третий раз. Главная задача – подчеркнуть, что музейное дело также можно считать искусством. «Ночь музеев» – это неотъемлемая наша, так сказать, часть нашей работы. Мы представляем именно музейные формы работы. А «Ночь искусства» – мы хотим просто показать, что мы и искусство неотделимы. Рассказывай, как тебе «Ночь искусства» в Белгороде? «Просто супер! Меня научили танцем из фильмов. Я слушала французскую музыку 19 века и общалась с музыкантами. А ты?» «А мне подарили легендарного зайчика, научили рисовать в технике батик. Я слушал «Битлз» и играл…» «В диктинг?» «Да, в него. Вместе с нами Ксения Игул и Станиславом Колесниковым в эту ночь культурно просвещались Павел Ебелин и Александр Поддубный».